Итак, это уже непреложный факт, что настроения на западных фондовых площадках окончательно скатились в медвежье за последние полторы недели, во всяком случае это стало уже ясно даже тем, кто до последнего не хотел в это верить. Ценовое давление, которое дополнительно подтвердили данные от Американского Institute of Supply Management и из еврозоны, плюс заверения членов комитета федерального резерва о том, что они готовы и дальше поднимать процентные ставки. Все это в совокупности негативно повлияло на настроение в фондовых индексах, которые, в общем, и без того были весьма грустными в последнее время. С одной стороны, если брать вот тот показатель, который большинство привыкли отслеживать от Института управления поставками, Вроде бы эти цифры подтвердили, что производственные показатели продолжают снижаться четвертый месяц подряд, в этом ничего неожиданного не было, любой показатель ниже 50 единиц означал снижение, в данном случае 47,7 пункта, 1 марта вышли цифры, по сравнению с уровнем 47,4 пункта месяца раньше, вроде бы даже чуть приличнее, по оценкам, по прогнозам эти данные могли выйти где-то на уровне 48 единиц, это средние прогнозы экспертов давали. Тем не менее, не это является здесь главным, и в первую очередь такой вот призрак упрямого инфляционного давления, он проявился в ценовом компоненте отчета АСМ, этот ценовой компонент внезапно взлетел до, так скажем, печально оптимистичных 51,3 пункта, с ранее депрессивного значения 44,5 месяцев раньше. То есть здесь мы наблюдаем, что именно ценовое давление на закупки производителей, и именно этот компонент характеризует данный показатель, вот это ценовое давление на себестоимость, оно вернулось. И вот экономика не очень хочет возвращаться, а ценовое давление инфляционное возвращается, и понятно, что рано или поздно давление на себестоимость, оно передастся, конечно же, и потребителям, несмотря на все таким образом усилия финансовых регуляторов, увеличивая стоимость финансовых заимствований, то есть повышая и дальше процентные ставки, приручить инфляцию. Есть вещи, которые в любом случае не вполне подвластны, вот в частности закупочные цены, ну как они на них могут повлиять? Это связано там с цепочкой поставок, связано с уже, так сказать, укоренившимся ростом в стоимости сырья, и так далее и тому подобное. Поэтому здесь прямого влияния никакие регуляторы не имеют, но они могут закладывать это влияние в дальнейшем на потребительские цены, чтобы с этой стороны, называется, укоротить инфляцию. Но если даже им это удастся, то это будет означать, что одновременное увеличение собственных затрат производителями и потенциальное снижение их доходов из-за того, что будет придавлена потребительская инфляция, допустим, в течение достаточно длительного времени это будет плохой новостью для акционеров, потому что это не дает доходов компаниям. Ну и, собственно, вот этих соображений после выхода отчета в среду 1 марта уже оказалось достаточно, чтобы главный барометр широкого рынка S&P 500 увеличил бы потери уже до уровня 1,8%, если брать с начала этой недели, где-то к полудню-четверга, плюс еще 2% с лишним было потери на прошлой неделе. В итоге S&P 500 достиг уже существенно более глубоких уровней по отношению к психологической отметке 4 тысячи, уже было 3,920, то есть на 80 пунктов глубже просели. И в сумме это, конечно, создает уже более серьезные риски значительного падения фондовых графиков. Высказывания чиновников из ФРС при этом, похоже, остаются абсолютно безжалостными, ну или, по крайней мере, безучастны они к страданиям рыночных инвесторов. У них свои задачи, они озабочены мандатом борьбы с инфляцией, или, во всяком случае, показной деятельностью, что мы боимся, даже если это в итоге на корню может задушить собственную экономику. Походя. Председатель ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари, он сейчас является голосующим членом комитета по ставкам, он отметил, что он вполне открыт к возможному повышению ставки, даже не на четвертый, а на полпроцента уже на ближайшем заседании 22 марта. Ну, даже если учесть, что, наверное, не большинство таких из голосующих членов комитета, кто готов на полпроцента поднять ставку после того, как ФРС упал до повышения уже в четверть процента, тем не менее, это говорит о настроениях. И даже если будет действительно четверть процента, но, например, 4 раза в ближайшие месяцы, в сумме тоже, извините, даст целый процент. И тут можно будет вспомнить, как раз, высказывание, скажем, Джимми Даймона из Дж.П. Морган, действительно весьма уважаемый руководитель фонда. Он говорил, что не удивиться, если достигнут уровня 6% ставки. Как мы понимаем, сейчас они ниже 5%, а средние ожидания еще в декабре были по рынку где-то 5, 5 с четвертью, может быть, 5 с половиной. Видите, сейчас уже свободно идет речь о 6%. Коллега Нила Кашкариев из ФРБ «Атланты» Рафаэль Бостикт был тоже весьма откровенен, написав эссе, в котором он упоминает, что вот эти адекватные, как их называют люди из ФРС, более жесткие ставки, сдерживающие на уровне выше 5%, по крайней мере, должны сохраняться вглубь 2024 года. То есть, как бы вообще речь о том, что ставки могут там понижать даже в ближайший не год, а в начале, скажем, 2024-го уже в этом эссе не идет. Ну, то есть, если экономика сама собой не впадет в литургический ступор, то, похоже, находятся достаточно ястребов, которые помогут ей это сделать. На фоне этих настроений, ну, просели практически все технологии, тем более, что доходности по бандам казначейским подскочили, по десятилеткам выше 4% побывали, по коротким бумагам, скажем, полугодовых уже 5% годовых. На этом фоне уход в безопасные активы, конечно, он активизировался. И уже не так манит идея, что, может быть, некие акции роста обеспечат более значительное повышение, потому что риски здесь прямо резко выросли. Даже те бумаги, которые еще недавно совсем чувствовали себя замечательно, скажем, много раз упоминаемая мной Тесла, на которую удалось неплохо, прямо скажем, очень неплохо заработать за январь-февраль, эти акции просели на 6,5% на премарке четверга, после того, как мероприятие День инвестора, где выступал Илон Маск, не дало достаточных оснований, чтобы как-то, в общем, подкрепить веру в долгожданный доступный электромобиль. Этой теме было больше всего посвящено обсуждению. Вот данных подробностей, обещаний оказалось недостаточно. То есть, как видим, на общем фоне негативного рынка падают даже те, кто в зависимости от обстановки, но все время чувствовал себя намного лучше рынка. В это же самое время ЕЦБ тоже получает основания для более резкого повышения ставки. В Европе понятно, что уже гарантированно ждут, что на заседании 16 марта будет повышение на полпроцента. Оно практически уже считается решенным делом, но могут последовать дальнейшие крупные такие же повышения ставок, в связи с тем, что вот инфляция общая в еврозоне сегодня показала некий сюрприз. Уровень цен так называемого ядра инфляции, где не учитывается в Европе не только продукты питания, энергоносительные, еще алкоголь и табак не учитывается. Вот это вот ядро инфляции подскочило в годовом исчислении с уровня 5,3% до уровня 5,6%. Причем месячные потребительские цены месяц к месяцу поднялись на целых 0,8%. Это очень значительный месячный скачок как по индексу всех товаров, то есть полному потребительскому индексу, так и по ядру, то есть без учета как раз вот волатильных цен на продукты, питание, энергоносители и так далее. При этом годовой показатель общей инфляции, в которую входит все, и энергоносители, и продукты, он составит чуть ниже, 8,5% против 8,6%. Но здесь никто не обманывается, что это только эффект все более растущей базы отсчета год назад. Поэтому прирост за последний месяц, он здесь, конечно же, является критичным. И мы видим, что вряд ли регуляторы еврозоны, они будут как-то более мягко себя вести по сравнению с тем, что ожидалось. А некоторые ждут повышения ставки и значительно выше 4,5% в Европе. Все это вместе взятое, конечно же, давит на рынки, и может быть некая задержка во времени сейчас происходит. Но в основном из-за того, что отложена публикация данных по рынку труда американскому, не 3 марта, не в эту пятницу их опубликуют, а через неделю 10, это где-то, так сказать, оттягивает еще ожидания. Ну и неплохая статистика из Китая, которая помогла в начале недели восстановиться, в том числе и западным индексом, поскольку активность в производственном сегменте Китая, она дала намерки, что называется, что восстановление идет. Действительно, здесь индекс такой же аналогичный вот этому американскому индекс менеджеров по закупкам поднялся до уровня 52,6%. И учитывая, что 50% соответствует как раз водоразделу между номинальным ростом и спадом экономики, 52,6% промышленный индекс, это, конечно же, очень и очень хорошо. Поэтому вот эта подборка, которая основана на данных предприятий, сотен предприятий буквально по всей стране, она достаточно изобретентативна и в данном случае интересна. Но вряд ли это даст большую передышку западным рынкам, потому что, в общем-то, восстановление в Китае с учетом выхода сравнительно недавнего из пандемийных локдаунов, именно в этой стране, оно, в общем, ожидалось. И так или иначе, ускорение это должно сопровождаться и соответствующим ростом индикаторов, таких как PMI, то, что было опубликовано. В общем же, все-таки рынок остается достаточно депрессивным. Соответственно, позиции на стиле хедж, то есть позиции на понижение фондовых индексов, на мой взгляд, являются на данный момент более надежной ставкой, чем какой-то широкий портфель из акций. Разумно сохранять, может быть, узкий портфель, разумно сохранять те бумаги, которые заведомо торговались в последнее время выше рынка, или считаются там квазозащитными, там типа Apple. Но даже они могут просесть в определенной мере, если будет общий спад рынка. Поэтому защитные инструменты, валютные пары, там подвижки, как бы если направление доллара будут, то этим всем стоит пользоваться для того, чтобы подстраховаться от ненужных потерь, либо постараться заработать непосредственно на этих движениях в качестве отдельной спекулятивной схемы. То или иное, на мой взгляд, сейчас имеет максимум прав на существование в инвестиционных стратегиях. Классические же портфельные инвестиции для них, на мой взгляд, момент еще далеко не настал и вряд ли настанет скоро.